Приветствую вас, давайте попробуем так вот, последовательно разобрать все то, что с вами происходит. Ну, по крайней мере, мы постараемся это сделать, потому что сам вопрос у вас, он недостаточно, на мой взгляд, подробный, он недостаточно, на мой взгляд, хорошо описывает то, что с вами происходит. Но, тем не менее, вот вы говорите, у вас постоянный страх, там, сойди с ума, допустим, а вы переживаете по поводу того, что можете умереть, боитесь смерти, последние полгода какая-то апатия, но у вас постоянно туманно. Вот именно туманность головы следует обязательно исследовать у врача. Может быть, недостаток, как раз таки, кислорода, может быть, недостаточное кровообращение, оно создает у вас, как бы, предпосылку для работы инстинкта. Инстинкта самосохранения, который говорит вам, как бы, даже не говорит, а диктует вам, что нужно бить тревогу. То есть, что-то этот инстинкт у вас запускает, но что, пока не очень понятно, что именно его запускает. И для начала, вот мне, по крайней мере, кажется, по вашему описанию, дело здесь не в каком-то обязательно психологическом моменте. А дело здесь, ну, в первую очередь, дело здесь, наверное, все-таки именно в медицинском аспекте. По крайней мере, по крайней мере, так это выглядит у вас. Дальше, предположим, что к врачу вы сходили, предположим, что он вас обнадрел, какие-то рекомендации дал, но вам этого вполне может быть мало. То есть, страх, например, это ваш не убрал страх, и, соответственно, он с вами остался, и тогда уже вам в этом случае действительно нужно психологу, действительно нужно тогда разбираться с тем, что с вами происходило, ну, имеется в виду, что происходило с вами, вот, как раз-таки непосредственно перед тем, как у вас начались эти страхи, и, собственно, какие ситуации обусловили их появление. Значит, в чем у вас проблема? В чем у вас проблема, одна, с точки зрения психологии? С точки зрения психологии, ваша проблема заключается, в первую очередь, в том, что у вас отсутствует, отсутствует, я бы сказал, рационалистичный взгляд на окружающий мир. То есть, вот эти страхи, которые вы испытываете, это же не единственные, получается, у вас страх, получается, что страхи у вас, они, как бы, комплексные, то есть, это несколько таких страхов. Так вот, недостаток, недостаток, то есть, это логичное мышление, причем, логичное мышление здесь, оно, на мой взгляд, достаточно элементарное, то есть, у вас его очень мало. И необходимо изучить, на мой взгляд, достаточно подробно, почему у вас его, с чем связан тот факт, да, что вы, например, всего боитесь, что вы всего опасаете, что вы, там, постоянно в тревоге, и так далее. Вот это вот неразнообразно. Да, да. Вполне возможно, что ваша тревожность, ваши страхи, точнее, это проявление тревожность, это следствие тревожности. А тревожность, сама по себе, это невозможность изменить свое поведение, свои модели поведения, свои привычные модели поведения, в результате, в соответствии с изменившимися обстоятельствами вашей жизни. То есть, если вспомнить, то наверняка у вас такое состояние было не всегда. какое-то промежуток времени, какой-то период времени, а у вас, у вас, ну, было все хорошо, все у вас было в порядке, то есть, страха у вас не было. А пришли они, эти страхи, как раз таки, в результате какого-то определенного происшествия или группы происшествий, которые вы либо отказались воспринять правильно, отказались подстроиться под ну, изменившиеся условия вашей жизни. И в результате начали образовываться такие вот побочные, на мой взгляд, эффекты. Такие побочные, на мой взгляд, эффекты, как вот эти вот различные страхи. и, соответственно, апатия, о которой вы пишете, это следствие. То есть, вполне вероятно, что поначалу, не желая принимать то, что произошло, вы с этим боролись как-то. А потом, устав бороться, мы просто-напросто перестали, вероятно, вероятно всего, перестали верить в себя. И, перестав верить в себя, у вас и началась вот эта вот самая апатия. То есть, апатия, в данном случае, это, ну, следствие того, что с вами происходило. Апатия, это одна из реакций на невозможность выполнения какого-то действия. То есть, если вы улавливаете и следите за моей мыслью, наверное, для вас не заставит труда понять, что я хочу рассказать вам всего лишь то, что у вашего текущего состояния есть причины. и эти причины, они скорее всего как бы представляют из себя невозможность разрешения какой-то ситуации, невозможность разрешения какой-то проблемы, возможность найти выход из каких-то ситуаций, каких-то проблемных моментов, каких-то конфликтов или противоречий. И тогда с вами эту вот ключевую, корневую ситуацию нужно найти, и после того, как она будет найдена, с ней нужно работать. именно разбираться. Ага, вот в принципе то, что я вам хочу сказать. То, что вы пишете, очень хорошо напоминает следствие. Следствие чего-то, но чего пока не понятно, потому что слишком мало информации вы дали. и естественно сперва обратитесь к врачу по месту жительства, чтобы пройти обследование. И если ничего не будет найдено, то тогда уже обращайтесь вновь, либо сюда, либо очно к специалистам, и с ними нужно вам будет искать причину, первопричину своей проблем и с ними их пронабаркнуть. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по многу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!